20 стран, друзья, объездил большой чемодан в поисках звуков и ни разу не был на Кавказе. Все, исправляется. Наше акустическое путешествие по Абхазии начинается с ее высокосветского курорта Гагра. Надо поздороваться. Мшибзия, Абхазия. Старался сказать все правильно, никого не обидеться. Получилось. Гагра, Пицунда, Сухум – это название городов-курортов, которые для всех рожденных в Советском Союзе всегда вызывали жаркое желание отдыхать с шиком. Мы здесь никогда не были, а то, что было в СССР, помним только из уроков истории. Поэтому впечатления будут новыми, без этих самых нагроможденных ассоциаций. Обещаю обойти все знаковые достопримечательности этой страны души и долгожития. Друзья, я сейчас поднимаюсь к знаменитому ресторану Гагрипш, который в 1902 году доставил сюда, в Абхазию, принц Ольденбургский. Ольденбургский, запомните это имя. Обязательно пригодится вам в жизни. Доставил ключевое слово. То есть, разобрал в разобранном виде из Скандинавии, привез сюда в Абхазию, собрал и с чего, собственно, началась история города Гагра. Но интересует нас вон тот часовой механизм. То есть, часы до сих пор заводят вручную, они ходят, наверняка шумят. Сейчас мы все узнаем, посмотрим. Я думаю, что будет интересно. Ресторан действительно впечатляет. Это, господа, самый настоящий символ Гагры. Ну, знаете, бывает казино-музей, бывает оперный туалет, а бывает Гагри. Пшшшш. Собственно, вот здесь вот заводится механизм. В общем, в большом чемодане все как всегда, друзья. Без приключений никуда. Мы ждали знаменитый бой часов легендарного ресторана и не дождались. В 12 часов прозвучал только один удар. Вот он, маленький человечек. И? И? И что? Мы сразу начали кипишовать, как так, столько времени ждали, там, ну, как бы, реально настроили камеры. Это заметили управляющие. Они сразу подхватили тему, сразу, как бы, сориентировались. Перевели специальные для нас часы, чтобы они дали 12 ударов. Ну, и в результате уникальный звук, друзья, в бинуральном формате. Прямо сейчас он уже на акустической карте Большого Чемодана. Вы можете его послушать. Надевайте наушники. Поехали. Что было дальше? Я решил проверить свое произношение. Попробую спеть песню Милли, которая могла нам с часами. Дальше произошло то, что подтверждает, что абхазцы действительно, друзья, очень гостеприимный народ. Бабам, мисс Гуа Ци Цо. Ну, аплодисменты. Аплодисменты. Я могу сказать, что вы можете нас разорить. Разорить могу вас? Да. Мы не только исполнили. Вы можете на весь вечер остаться. С 7 часов вечера до 12. Одну и ту же песню петь? Нет, не то, что одно и ту же. Вы можете наслаждаться всей красотой. Так. И все, что хотите, можете заказывать. Вы сейчас шутите, вы сейчас говорите, вот это записывается, все. Я приду и воспользуюсь. На полном серьезе сказал, что они меня ждут. Как бы, казалось бы, уже не нужно зарабатывать с помощью песни на ужин. Но, кроме меня есть еще, вы знаете, режиссер, два оператора, а их нельзя оставлять голодными. Поэтому эксперимент с песней все равно состоится. Кто знает, к чему наша абхазская песня может привести. Может быть, еще куда-нибудь пригласят. Тимур сказал, что это самая длинная тарзанка на Голубом озере, правильно? Да, ну что, красавцы, добрые всем. Сегодня вы оказались на самой длинной тарзанке на Голубом озере, которая обыграла сегодня две сильнейшие школы, это Италия и Таиланд. Ты только ему рассказываешь или мне тоже? Тебе тоже, конечно. Полкилометра расстояния у нас полет длится ровно минуту. Я надеюсь, вам, ребят, понравится. Традиционно мы забираемся на самую высокую точку, друзья, чтобы рассказать вам о песне, которую мы разучиваем, чтобы заработать на ужин. Такого полета и такого рассказа о песне, конечно, еще не было. Вытяни ноги вперед. Так. Еще большие ноги. Так. Большие ноги. Раз, два, три. Поехали. И даже не страшно. Дело в том, что я думал, что самый сложный язык, друзья, сначала это вьетнамский, потом я думал, что это китайский, потом мне казалось, что самый сложный язык это арабский, но нет. Самый сложный для разучивания язык это абхазский, а петь на нем еще сложнее. Попробую. Песня про странника, который путешествует и очень хочет своей любимой поскорее вернуться. И звучит она вот так. Ну что, будем петь, хорошо? Давай. Значит, я начинаю, а вы подпеваете. Договорились? А мы с кухаром загашем, баба хип и ахцом. А мы с кухаром загашем, баба хип и ахцом. А, как его? А, хахами и с кавхо. Знаете? Бай-бай. Что там? Целый шар. Себле куара. Баба мизгва цито. Еще раз. Бай-бай. Бай-бай. Баба мизгва цито. Все правильно. Как вас зовут? Астамур звать мне. Астамур? Да. Распространенное имя достаточно. Астамур, о чем песня? Не терпится узнать, правильно ли я ее перевел. Потому что, насколько я понял, это песня про странника, который... Про девушку свою поет. Который девушку, что делать с ней? Про девушку свою поет. Про девушку свою. И вот это сылашара, это вот о чем? Про чем это сылашара? Сылашара, это мой свет. Мой свет, да. То есть, бай-бай... А бай-бай это что значит? Иди ко мне, мой свет. Мой свет. Сылашара, бай-бай. Себле куара как переводится? Да, себле куара. Себле куара это черноглазая. Вот, видишь, перебочек хороший. А вы не абхаз, что ли? Я абхаз. Себле куара. Баба мизгва цито. Это как? Ну, наполовину. В твоем сердце, навсегда. Нет, смесь. С кем? С мамой, с бабой. А, логично. Все, спасибо большое. Не забываем... Почему я застрял на середине пути? Надо чуть-чуть питаться. А-а-а, то есть, потому что слишком легкий. Да. А посмотрите на этого друща, он как... Он меньше меня весит два раза. И долетел, да? Да. Обтекаемость хорошая. Обтекаемость хорошая. Все понятно. Ну вот, собственно, и разобрались с переводом. Теперь песня стала еще душевнее звучать. А посему, товарищи абхазцы, продолжаем петь. Не останавливаемся. Дружнее давать. Супер. Вы знаете эту песню точно, если вы абхаз. Абхаз. Поэтому для вас, ну, как бы, задача немножко усложняется. Вам нужно узнать ее по мелодии. Попробуйте. Попробуйте. Да? Ты что, я узнал, правда? Бабуа мизгваты. То. Где тебя так научили? Я учил ночами. Вот. Уж... Очень сложный язык. Очень сложный. Очень сложный. С детства не научишься, правда. Впервые, друзья, иду по мосту в большом чемодане. Не с которого нужно снимать, а который нужно снимать. Совершенно небезопасный, но при этом, даже не знаю, какое слово подобрать. Необычный, колоритный, самобытный. И мы на него наткнулись совершенно случайно на пути к водопадам. А это, кстати говоря, подсказка от нашего друга, тревел-блогера Костя Хрусталева. Он подсказал нам, посоветовал записать шум абхазских водопадов, составить некий такой топ. А мы, собственно, только так и путешествуем по звукам, которые рекомендует записать нам интернет-сообщество. Так что, Костя, спасибо. Мы движемся, я надеюсь, в правильном направлении. В Абхазии насчитывается несколько десятков больших и малых водопадов. У каждого есть туристическое название и легенда. А мост, конечно, балдежный. Уходить не хочется. Ну что, мы начинаем топ абхазских водопадов по версии Большого Чемодана. Мы не едем, взбираемся на Гагрский хребет. Там номер один в нашем рейтинге. Наконец-то мы до него добрались, знаменитый Гекский водопад. Не детский, а Гекский. К сожалению, здесь нет никакой связи. Я думал, что начитаюсь что-нибудь в Википедии, чтобы поподробнее вам рассказать. Но нет, будем спрашивать у туристов, которые сюда приехали. К черту интернет! Вы знаете что-нибудь про него? Да. Подождите, вы сюда ехали 20 минут или 30? Сказали, что про Кагр... Что-нибудь сказали про Гекский водопад вам? Нет, на этой Кагрске не говорили. Нет? Пока не говорим, может, сейчас расскажут. Кажется, мне рассказали самим. Я слышала, что это вообще про улыбку сатаны, про смех сатаны. Улыбку сатаны? Да, вот типа напоминает водопад. Красивый. Красивый, Гекский. Да. Гекский тоже прилагательный? Хорошо, походите. Гекскому водопаду или водопаду Зоу принадлежит звание наиболее красивого. Бушующий водяной поток обрушивается с высокой отвесной скалы. Это завораживающее зрелище, влечет к себе сотни путешественников ежегодно. Воду, да, можно пить. А от куда знаете? Местные говорят. Местные говорят? Сколько, мам, метров? 200. А, 55. 55 метров. Чего 55 метров? Погоди, 550. 550. Ну, здесь же метров максимум 30. Ну, сказал, 50. Или 50. 50. Тону 30. А? К тебе почти 2 метра. Ну, так меня там сколько, максимум 15? Ну, ладно, 55. 55 в чем? А 550? Еще что знаете? Почти все верно. Цифра 500 это про то, что Гекский водопад находится на высоте около 500 метров над уровнем моря. А вода выходит из глубин Карстовой пещеры и вырывается с высоты 55 метров. Понимаете? Подземная река такая блуждает по пещере и выходит через узкую расселину. Второе место в нашем рейтинге, ну, трудно назвать это водопадом, Каплепад. Говорят, что образовался он благодаря таянию снегов на высокогорных лугах. Талая вода пробила себе путь сквозь известняковые скалы и создала вот такое тонкое, переливающееся на солнце хрустальное кружево. Сначала повязали ленточку. Загадать желание, когда завязываешь, а потом три раза умываешься. А ленточки все разного цвета? Да. И каждая что-то означает? Да. Вот у меня разные ленточки, а? Вот я не знаю, что такое розовое. Вот красненькое. Красное – это любовь. Вот завязываю, об этом думаю, загадываю. Все, завязал. Сначала умывай. После каждой ленточки? У вас куча желаний. Так. Поэтому после каждой желания умывайся. После каждой? Хуже не будет. После каждого три раза. Хорошо. Подождите, не уходите, я забуду иначе. Это за детей. Сейчас, наверное, количество в голове, да? Почему количество? Почему не качество? Сейчас, секундочку. Дальше поехали. Беленькая. Беленькая удача? Да. Удача подсказывает. Беленькую не загадывали? Нет. Не нужна удача, что ли? У нас она присутствует. Все, понял, не вопрос. Оранжевая – это за... Богатство. Богатство. Запомнили. И зеленая – это... Здоровье. Здоровье. Готово. Это, друзья, называется «Туристическая забава», которая идет сразу после того, как вы услышали историю про легенду. Вы знаете, да, про легенду? Девушка по имени Амра влюбилась в парня по имени Ахра. Русалка, значит, позавидовала, ну, как это бывает, девушке, у которой там молодой человек, решил сбросить со скалы. Та сопротивлялась, плакала, слезы потекли. И поэтому этот водопад называется как хором на счет три в камеру. Раз, два, три. Девичьи слезы. Ну, все, друзья, это номер три в нашем списке абхазских водопадов. Называется «Молочный». Все говорят, что большинство водопадов обмельчали, но нам сравнивать не с чем. Звучит хорошо. Записываем, слушаем. Вы знаете вообще, что это «Молочный водопад»? А почему он так называется, знаете? Нет. Даже не спрашивали легенду? Нет. А посмотрите на него внимательно. Ну, то, что он молочного цвета, беленький. Конечно. А теперь достоверно. Водопад своей энергией и прохладными водами обязан высокогорным ледникам. Кроме того, на своем пути речка встречает много чистейших подземных минеральных источников. «Молочный» в момент падения с высоты скалы разбивается на миллионы белых брызг и облака тумана. С первого взгляда действительно можно поверить, что по камням текут молочные реки. Мы очень переживали, друзья, что у нас в Абхазии не будет коптера, чтобы снять планы с высоты птичьего полета. Но зато у нас теперь есть Еврокоптер 341. Это английская машина. Она поднимет нас сейчас в небо. Всю нашу съемочную команду. Погнали! Да не буду вас грузить информацией из Википедии. Просто скажу, что Ритса – удивительное озеро. Оно меняет цвет в зависимости от времени года. Причина этого явления кроется в разной степени прозрачности впадающих рек и водорослей. Весной и летом преобладает зелено-желтый цвет воды, а осенью и зимой такой холодный сине-голубой. Большую часть территории Абхазии, примерно 75%, занимает отроги главного хребта. Наивысшая его точка – гора Дамбай-Ульген, 4048 метров. Тихую рицу и шумные водопады в Абхазии трудно проехать мимо. Также сложно миновать абхазское застолье, которое может не закончиться никогда. Мы попали в гости к Руслану – Абхазу с широкой душой. Он ежедневно принимает туристов целыми автобусами. Вот и мы со своей большечемоданной компанией оказались в его супергостеприимных руках. Перед тем, как сесть за стол, мы похозяйничали на кухне. И действительно, вот такими движениями что-то можно перемолоть? Вот в этом... До однородной массы доводится это все. То есть это надо очень быстро делать, я так понимаю. Потом заглянули на пасеку и сады со зреющей хурмой и почти спелом киви. Вот какая шутка больше всего заходит, когда приезжают вам туристы? Вот вы их собираете? Вот над чем они смеются больше всего? Я часто такую небольшую шутку говорю, что за фруктами надо приезжать не в августе, не в сентябре, не в июле, а уже в октябре, в ноябре приезжать к нам сюда на отдых. И вот зазывая на сентябрь, на октябрь отдыхать, я им говорю такую шутку, что кавказец, будучи находясь в Москве, было холодно человеку, руки в кармане, пальто, воротник приподнял, стоит, мерзнет. И тут мимо проходит девушка молодая, говорит, дядя, сколько времени? Он так хочет с ней пообщаться, но холодно с кармана руки вытаскивать. Он ей говорит, летом, девушка, летом. То есть фрукты все же таки осенью, в ноябре, уже в октябре. Винный погреб обязателен для посещения. Дегустация вина, как без этого? Бочка заканчивается, переходим в другой. Нету таких вин там для вас, отдельно для нашей семьи, для гостей такого не бывает. То, что мы себе пьем, то мы отдаем, ставим на стол гостям. Ищите Руслана, его вино в селе Дурибш. Моя бабушка, у нее есть для своих, а есть для гостей. Идемте дальше. Главное удивление, это абхазская традиция выращивания винограда на деревьях. Такого-то я точно не видел, друзья. Виноград, который растет на деревьях. На земле, сколько бы раз ты его не лечил, все равно ты такого результата не добьешься. Качество винограда, как там наверху. Лучший способ нагнать аппетит, это, конечно, полазать, пособирать вместе с корзиной. Как оно там называется? Как? Амцуш. 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 Ну, несколько сложно, наверное, высказать. Вы говорите Амцуш, а это Акалат. Акалат. Я полез, значит, наверх, сам Амцуш. Ну, вот и оно. Застолье с песнями и абхазскими яствами. В общем, мы бы так долго еще ели и пели и пили, если бы не обещание пройтись по всем достопримечательностям курортной страны Абхазии. Так что, бежим дальше. Из чистого горного воздуха прямиком к знаменитым пицунским длинноногим красоткам. Да, пицунда еще один город-звезда. Кстати, я не просто здесь так прогуливаюсь, друзья, песню пою. Сосны зеленые. Я вместе с тем оздоравливаюсь, потому что эти самые сосны выделяют специальное какое-то вещество, очень полезное для организма. Горы кавказские закрывают эту местность от холодных ветров, а море, то есть морской бриз, в этой совокупности состоит так называемый климатический коктейль. Так что приезжайте и пробуйте его на вкус сами. Поторопитесь, потому что буквально еще несколько лет и все здесь закроют, как советские времена, и будут сюда приезжать только, сюда я имею в виду, в пицунду, а приезжать только чиновники, эти вот шишки и звезды. Ну что, ежегодно высоколобые российские ученые исследуют чистоту Пицунского моря. И что вы думаете? Оказалось, что оно в 10 раз чище, чем море в Гаграх. И, только задумайтесь на секундочку, в 30, или даже не в 30, в 300, 300 раз чище, чем море в Адлере. Научно подтвержденный пакт. Стоп. Маск не забыл? Побежали пробовать на частоту. Нет, ну можно не верить, конечно, но вот сами смотрите. Чистота действительно удивляет. Без фильтров, без эффектов, как говорится. Тепленькая, пицунская моречка. О-о-о-о. Можно еще разок? Еще один. Большой чемодан, друзья, добрался до столицы Абхазии. В городе города Сухум, именно так правильно говорить, не Сухуми, а Сухум, это географический центр страны, протяженность которой, кстати говоря, 260 километров. В принципе, можно очень быстро на машине за два с половиной часа с одного конца в другой доехать. Идем в главный информационный центр Сухума. Друзья, это местечко, где мы сейчас находимся, называется Брехаловка. Это такой островок социализма в самом центре Сухума, где, как местные абхазы сами говорят, может президент с грушиком сидеть в нарды играть. То есть уровень заработка, социальное положение здесь не имеет значения. Более того, у этой самой Брехаловки есть, внимание, президент. Скажите, пожалуйста, почему, откуда название такое, Брехаловка? Это же не официальное название. Это легенда. Брехаловка, что было Брехаловка? Они общаются на разные темы. Самые последние новости. Вчера была, да, ночью, и там я сейчас, вот здесь можно завсюду новость вам. Уже утром все знают? Да. Каждый день с утра и до вечера. А песни поете здесь? Песни. Как-нибудь, давай споем. Вот так мы начали с Брехаловки и уже потом по всему Сухуму затянули песню. Напомню, у нас в Большом Чемодане такой эксперимент. Выучить местный хит на все времена и спеть его на улицах, зарабатывая на ужин, состоящий только из национальной кухни. Так что продолжаем. То, что тебе нравится, что ты много думаешь, даже. А ты не знаешь, что это писать? Нет, это язык такой не знаю. Как это? Что же язык? Абхазский? Нет, это, ты плохо спел. Я плохо спел, это другой разговор. И еще раз. Бабами бацунь. И еще раз. Бабами бацунь. И еще раз. Бабами бацунь. Внимание, оценка. Слепые прослушивания. Три. Я не знаю, улавливаете ли вы сложность абхазского языка. Вот именно для этого я и забрался на сухумский рынок, чтобы объяснить в красках всю непробиваемую прелесть этого необычного языка. Нашел очень звучную легенду про абхазский язык. Царь собрал всех своих ученых и сказал, отправляйтесь-ка вы в странстве, друзья, чтобы разучить все языки мира. Но предупреждаю, если кто-нибудь из вас вернется и не выучит язык, я должен буду вас казнить. Вернулись все ученые. Доложили, значит, все выучили. Кроме одного. Тот, который отправился в Апсны разучивать абхазский язык. Год прошел, два прошло, три года прошло. Только тогда он вернулся к царю и сказал, извините, не выучил. Царь говорит, ну тогда я буду тебя казнить. Что сделал ученый? Он сказал, погоди, государь, извините, пожалуйста, можно килограммчик фундука? Как вы думаете, что сказал ученый царю? О, это напрямую связано с языком. Он вытащил из-за пазухи. А, достаточно-достаточно. Вытащил вот такой мешочек орехов. Поднес к его уху. Вот так потряс. И сказал, скажи, государь, вот так звучит абхазский язык. Вообще возможно ему выучить, нет? Ну и царь, конечно же, согласился. Да, сказал он. Пожалуй, этот язык могут выучить только сами абхазы. 64 буквы, друзья, в абхазском алфавите. Это второе по сложности язык после китайского. Я все правильно сказал? Все правильно, молодец. Ты правильно. Спасибо. Абхазский является родственным абазинскому, адыгейскому, кабардино-черкесскому и уже не существующему убыхскому языкам. По последним данным, на языке Абсны разговаривает 120 тысяч человек. Самая сложная произносимая скороговорка, друзья, на абхазском языке. Пять голубей сидят на пяти камнях. О, даже абхазские сами не с первого раза получается. Давайте. Так, давайте. Класс. Класс, друзья. Слышали? Попробуй повторить. Женщины-хозяйки рынка окружили меня теплыми мамиными глазами. Ну, как тут не споешь с ними? Поехали. Моя герань сама влетела в руки и заиграла. Моя герань сама влетела в руки и заиграла. Государственный народный ансамбль песни и танцы Республики Абхазия. Моя геран. Выс�방one. Слышно, жить. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А вот с поворотами Вадим не получится мне придется на месяца три остаться в Абхазии Поехали Смонтируем смонтируем все будет вообще отлично Мы в новом Афоне Этот город притягивает огромное количество верующих Все дело в уникальном новоафонском монастыре Снова все девайсы в сторону, начинаем ловить информацию на улице Сказали, что вы гид, самый лучший в окрестностях Почему он называется новоафонский монастырь? Потому что русские православные монахи, проживающие на святой горе Афон в Греции Середина 19 века их начинают притеснять И они пишут петицию Александру Третьему с просьбой выделить им надел земли для постройки своей обители Здесь пять церквей, хоу главный в центре, главный собор это собор святого Пантелеймона, мученика, целителя Главной иконой является икона святого Пантелеймона и под стеклом находится чечка мощей Иконы считаются чудотворными А мы вовнутрь, время записывать бой часов и мелодию, которая должна прозвучать с часовни Вот такое представление мы получили об этом красивейшем месте Которое до 1917 года было одним из главных духовных центров Кавказа Я на Кавказе, друзья, впервые Абхазия удивляет без остановки Сижу на Беслетском мосту Наслаждаюсь шумом горной реки Кстати, мост сделан с помощью, внимание, яичного желтка Слушайте, ну, Абхазия нас действительно удивила своей открытостью и душевностью Своими реками и водопадами Своим чистым морем и кристально чистым воздухом Здесь тебе рады всегда и всюду Я не знаю, мы всей своей большечемоданной командой влюбились И у нас остался последний аккорд Это спеть в легендарном ресторане Поэтому мы возвращаемся в Гагру, поставим точку и загадаем желание, чтобы вернуться сюда снова Ну что, как и договорились, возвращаемся Назначенное время А время уже 7 вечера Будем петь на Абхазском? На Абхазском, да, конечно Ну, перед тем, как спеть про мой свет перед туристами Нужно пробежаться по звукам и услышать уникальный трек Сплетенный, нет, сотканный из звуков, услышанных здесь В стороне души и ратушного сердца В КИЧЕМ Абхазском 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо большое, друзья! Мы закончили с нашей программой «Большой чемодан» и приступаем к большой программе «Большая еда». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok